Когда вы доверяете Богу, когда вы говорите «Боже, я буду двигаться вперед, я не останусь здесь». Вы получаете поддержку небес. Небеса будут с вами рядом. Здравствуйте, я Стив Келли, старший пастор церкви «Волна» Вирджиния Бич. Я люблю брать Слово Божие и оживлять его для людей в их повседневной жизни. Иногда люди думают о Слове Божьем и считают, что это какая-то книга на полке, которая никак не связана с повседневной жизнью. Но я люблю брать Библию и смотреть на повседневную жизнь, на ситуации, на вопросы, которые задают люди, и находить ответы в Слове Божьем. Вы удивитесь, когда узнаете, сколько всего Библия говорит о повседневной жизни. О том, как жить в семье, как быть хорошим отцом, хорошей матерью, как быть хорошим работником, хорошим бизнесменом. Как узнать, какова Божья цель для вашей жизни. Сейчас мы отправимся в церковь «Волна» Вирджиния Бич, штат Вирджиния. Я верю, что сегодня вы услышите послание, которое даст вам цель и поможет понять, как жить со смыслом. Вы лучше поймете сущность Бога и то, как сильно Он заботится о вас. Он желает, чтобы вы были успешны всегда и во всем. И вот один законник встал и, искушая его, сказал, «А вы представляете, какую нужно иметь дерзость, чтобы проверять Иисуса, Сына Божьего?» Библия говорит, что этот человек был законником или экспертом по закону. Но Иисус сам закон во плоти. И вот этот парень, представляете, каким он был напыщенным и самоуверенным, раз решил пойти против Иисуса, потому что считал себя экспертом по закону. «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему, «А в законе что написано?» «Как читаешь?» Иисус отвечает вопросом на вопрос. Он сказал в ответ, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоей, и всею крепостью твоей, и всем разумением твоим и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему, «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, «А кто мой ближний?» А если бы я сегодня спросил вас, кто ваш ближний, то о ком бы вы подумали? Кто приходит вам на ум, когда вы думаете, кто ваш ближний? Во-первых, ваш ближний – тот, кто сидит рядом с вами в церкви. Неважно, вы пришли с этим человеком или встретили его здесь, но все начинается именно тут, в Доме Божьем. «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус, «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым». По случаю, один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Я много раз говорил, что религия не имеет ответов для людей. «Религия – это не ответ. Аминь». Кстати, то же касается политиков и законодательной системы. Законы не могут изменить сердце человека. Тут вы ответов не найдете. Если вы думаете иначе, то выставляете себя глупцом. Я тоже думаю, что это смешно. По случаю, один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Так же и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самаринен же некто. Для той культуры это была смешанная раса. Изгои. Самаринен – это не чистый еврей, а смешанная национальность. По мнению той культуры, в то время. В этом случае религия, которая якобы должна помогать, сделала только хуже. Самаринен для них был человеком третьего сорта. Потому что он не настоящий еврей, а лишь наполовину. Он человек, который пошел на компромисс. Наполовину евреи, наполовину язычник. Самаринен же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, жалился. И, подойдя, перевязал ему раны, обозливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, то есть, посадил его в свою машину. Да-да, посадил его в свой БМВ. Аминь. В чистый и красивый Мерседес. Такой человек говорит, я благословен, и Божия благость и Мерседес будут следовать за мной во все дни жизни моей. Такой человек сажает его в свою машину, всего в крови. Его больше волновал человек, а не его машина. Он посадил его на своего осла, а не на чужого. На свое средство передвижения. И затем, Библия говорит, привез его в гостиницу. И позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, сказал содержатель гостиницы, позаботься о нем. Если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал, оказавши ему милость. Тогда Иисус сказал ему, иди, и ты поступай так же. Мне интересно, а может ли церковь быть такой гостиницей, как в этой истории? Самарянин привел того человека в такое место, где он знал, что его приведут в порядок и позаботятся о нем. Кстати, это была притча. Притча — это не реальная, а выдуманная история для иллюстрации той или иной истины. А вот что такое притча. В ней скрыты ценные истины. Может ли быть так, что Иисус говорит нам с вами о том, чтобы мы искали людей в мире, которых мы часто не считаем своими ближними? Иногда мы даже находим хорошее оправдание для того, чтобы проходить мимо людей. Однако Библия говорит нам, что мы должны замечать нужды людей, и церковь — это надежда мира. Самарянин принес его в гостиницу и знал, что хозяин гостиницы позаботится о нем. Он дал хозяину деньги на заботу о том человеке и сказал, что если расходы будут больше, то когда он вернется, оплатят их. Мне интересно, понимаем ли мы, что эта притча говорит о том, что где-то там есть мир, которому больно, но церковь — это место исцеления и восстановления. Но меня беспокоит то, что если мы здесь все на взводе и не любим друг друга, а потом приводим сюда побитых людей из мира, то мы скорее можем навредить им, чем помочь. В итоге они будут такими же, как и мы. Давайте посмотрим еще один отрывок Писписания. Это Евангелие от Матфея, 22 глава. Там сказано, и один из них, законник, искушая его, спросил, говоря, «Учица, а какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всем разумением твоим, сияй из первой и наибольшей заповедь». Вторая же подобная ей. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Вы слышали? «Возлюби ближнего, как самого себя». Все это говорит о том, чтобы мы любили других. Именно поэтому мы запустили Вейв ТВ. Мы хотим достигать людей, которые еще не в церкви. Скажите аминь на это. Поэтому мы служим в Уганде, в России, в Израиле. Вот почему мы проводим общегородские программы. Мы стараемся любить ближних, но я хочу сказать, что перед тем, как все начнет работать там, оно должно работать здесь. Потому что в Евангелии от Матфея говорится еще вот что. Это 25 глава, 35 стих. «Ибо алкал я, и вы дали мне есть. Жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ. «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе, и Царь скажет им в ответ. «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне». Давайте будем честны. «Считаем ли мы того, кто сейчас в тюрьме, своим ближним?» Иисус сказал, «Все, что вы сделали для одного из самых малых братьев моих, вы сделали для меня». Мне интересно, а есть ли у нас такой подход, и как мы относимся к тому, кто сейчас в тюрьме? Я много-много лет занимался тюремным служением. Я общался с сотнями и тысячами людей в тюрьме, и 99% из них говорили мне, что они невиновны. И разница между нами и ними лишь в том, что их поймали на горячем. Я думаю, что здесь Иисус спрашивает, «Когда мы делаем что-то для города, понимаем ли мы, что мы делаем это для Иисуса, делая это, и видим ли мы за этим всем людей, и считаем ли мы их своим ближним, и как мы относимся к тем, у кого нет одежды, еды и семьи?» Библия говорит нам принимать незнакомцев, потому что они могут оказаться ангелами. Думаю, когда некоторые из нас попадут на небо, к ним подойдут ангелы и скажут, «Ты прогнал нас». Мы были там и хотели что-то сделать для тебя, но ты не нашел для нас времени. Мне кажется, что все эти местописания указывают нам на что-то. Приближается Рождество. И нам следует задуматься над тем, кто наши ближние. Это кто-то в тюрьме? Или тот, кто выйдет из тюрьмы перед самым Рождеством? Видим ли мы Иисуса в этих людях? Считаем ли мы, что для них есть надежда и будущее? Они заплатили за свое преступление. А теперь пора с мудростью и разумными границами проявлять к ним любовь и видеть в этом Иисуса. Спасибо за вашу красноречивую реакцию. Но также, продолжая читать Писание, мы видим в 5 главе Евангелия от Матфея, в 43 стихе следующее. Вы слышали, что сказано? «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам, «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас». Если честно, я не всегда исполнял этот стих. Я знаю, что Библия так говорит, но есть люди, я говорю о христианах, которые называют себя моими врагами. А мне такие заявления не нравятся. Во-первых, я считаю себя хорошим человеком, но сегодня я могу честно признаться, может, потому что я стал старше и более зрелым, или же моя кожа стала толще. Я могу честно сказать, что я люблю моих врагов. Да, спасибо вам за вашу поддержку, друзья. Я могу даже искренне молиться за тех, кто преследует меня. Я могу, глядя вам в глаза, честно сказать, что я свободен от непрощения. Этот стих стал для меня реальностью. Иисус говорит, «Благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего небесного». Ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми. Итак, Солнце восходит и над хорошими, и над плохими людьми. У Бога нет дискриминации. Бог не говорит, «Вы хорошие, значит, завтра у вас будет Солнце, а вот вы плохие». Поэтому вам никакого Солнца... Бог повелевает Солнцу сходить над всеми. Тут Иисус снова заставляет нас задуматься над тем, кто наш ближний. И дальше Он говорит, «И посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете?» Иисус говорит, «Не будьте такими же, как этот мир. Делайте что-то большее». А мы иногда поступаем, как тот фарисей, который говорил, «Спасибо, Господь, что я не такой плохой, как и вон тот человек. Не идите по этому пути. Я не такой плохой, как он. Я не такая плохая, как она». Это плохой путь. Не стоит идти по нему и сравнивать себя с другими людьми. Не будьте ужасным христианином. Ну да, я это сказал. А Иисус сказал, «Делайте больше, а не просто сравнивайте. И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете?» «Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». О чем говорят все эти стихи? Во-первых, мы должны любить всех. Нам нужно найти в своем сердце «Любовь к людям». Аминь. Мы должны любить незнакомцев. Мы должны любить наших ближних. Мы должны любить бедных и нуждающихся. Не допускайте того, чтобы наша благотворительная рождественская программа стала успокоением для вашей совести. Что вы сделали, чтобы любить ближнего? Ну, я вот раз в год принес кому-то рождественский подарок. Одного события недостаточно. Должно быть что-то в вашем сердце. Аминь. Слишком многие люди считают, что наши благотворительные программы достаточны для успокоения их социального самосознания. Поэтому, когда я спрошу вас, что вы делаете для бедных, не говорите. А мы участвовали в церковной благотворительной программе. Вопрос в том, что лично вы сделали для нуждающихся. Мы должны любить тех, кто в тюрьме. Кормить голодных. Посещать больных. Любить тех, кто в тюрьме, и посещать их. Аминь. Мы должны любить тех, кого никто не любит. Но все начинается с любви к Богу. Аминь. Потом любовь друг к другу в церкви. Послушайте, что сказано в первом послании Петра, 4 главе, 17 стихе. Ибо время начаться суду с Дома Божия. Итак, прежде всего, Бог устанавливает свои стандарты и ожидает их соблюдения в церкви. Вы можете сказать, «Господь, я посещал тебя там. Я отдал деньги на такую-то программу». Все это хорошо. Но все начинается с того, насколько вы ладитесь с человеком, который сидит рядом. Суд начинается отсюда. Если мы достигнем всех тех людей, которые погибают в мире, но при этом между нами будет разделение и непрощение, «Грош, нам цена». Суд начинается с Божьего дома. Как мы ладим друг с другом в церкви? Каким было ваше отношение к парковщику церкви этим утром? А когда Аша попросил вас сесть туда, куда вам вовсе не хотелось, или детский служитель чуть позже возвращает вашего ребенка, «Ой, как стало тихо! Суд начнется с Дома Божьего». Итак, учителя закона испытывают и Иисуса, расспрашивают Его о самых важных заповедях, но Иисус добавляет им новую заповедь, нового уровня сложного. Кто готов к новой заповеди? Это Евангелие от Иоанна. Давайте посмотрим 13 главу, 34-й и 35-й стихи. Давайте читать, наверное. Заповедь новую даю вам. Долюбите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Да и аминь. О чем же он здесь говорит мне? Лично мне. Я считаю, что это говорит о том, что любовь должна начинаться с Дома Божьего. Нам нужно учиться любить друг друга. Как мы ладим друг с другом в церкви? Если суд начнется с Дома Божьего, а новая заповедь заключается в том, чтобы мы любили друг друга, потому что так мир поймет, что мы его ученики, то перед тем, как приводить сюда людей, мы должны убедиться, что это работает, работает с нами. Если это не работает Дома, то не стоит это экспортировать. Аминь? Это мои мысли. Я считаю, что люди слишком медленно прощают. Нас обижают, и мы уходим из нашей домашней группы. Мы уходим из церкви и забываем о друзьях из-за какой-то обиды. Думаю, христиане слишком чувствительны, а другие слишком бесчувственны. Мы слишком скоры на осуждение. А еще мы слишком скоро миримся с грехом, хотя Библия учит нас, как быть суровыми в любви. Если вы хотите знать, как вы любите друг друга, то я скажу вам. Я захожу в соцсети и вижу, как некоторые христиане, прежде всего, из этой церкви общаются между собою. Вам должно быть стыдно называть себя христианами, а потом выставлять такие посты. А верить не могу, что люди пишут о других и друг другу. Мы не можем выразить свое мнение, не унизив кого-то. Церковь. Это должно работать здесь. Если это не будет работать здесь, то не будет работать и там. Мы с Шерон женаты уже долгих 36 лет. Из-за этих годов у нас были споры. Я понимаю, что вас это шокирует. Вам сложно поверить, что я, ваш пастор, могу спорить. С такой чудесной Шерон, потому что она такая милая, а я такой добрый и милостивый. Ну, почему же вы смеетесь? Но я вот вспоминаю первые годы нашего брака. Я вырос в доме, где в споре побеждал самый громкий. Поэтому я научился спорить, повышая при этом голос. Кто понимает, о чем я? Кстати, это неправильно. Но умел я только так. Только так я умел решать конфликты. Но я понял, что это не работает. Потому что Шерон, какой бы милой, приятной, доброй и любезной она ни была, одна из самых упрямых, пассивно-агрессивных людей в мире. Я начинал орать, и Шерон говорила, «Хорошо». Я думал, она действительно так думает, но это было не совсем так. Я думал, что разговор окончен, а он повторялся через три недели. И тогда я узнавал, что она не была согласна со мной в первый раз. Она говорила, «Хорошо, потому что больше не хотела спорить. Вот и все». Давайте будем честны. А вот что такое семейная жизнь. Иногда я был в таком отчаянии, «Больше мы так не делаем». Мы уже научились вести споры. И мы все еще спорим. Не смотрите на меня с таким удивлением. Мы все еще спорим и расходимся во мнениях. Это разрешено. Раньше я так злился, что уходил из комнаты. В один из таких моментов Дух Святой сказал мне так, «Стиф, все в Царстве Божьем начинается с семени. Уходя в такие моменты, ты сеешь семя развода». А если вы уходите, то тем самым сеете в свой развод. И с того момента я больше никогда не уходил посреди спора. Я решил не сеять семя развода. Я сказал, «Дорогая, я люблю тебя». Мы еще не нашли решение этого конфликта, но я больше не буду уходить. Мы будем работать над этим. Мы обязательно обретем мир в нашем браке. Да. Думаю, христиане слишком скоро на то, чтобы уходить друг от друга. «Кто ваш ближний?» Посмотрите на меня. Ваш ближний сидит рядом с вами. Ваш ближний прямо здесь, в этой церкви. Да, можете прославить Господа за это. А так легко. И быстро мы уходим от людей. Эй, посмотрите на этот стих. Мне он очень нравится. Кстати, я только что говорил о соцсетях, и у меня есть библейский стих об этом. Притча 5 глава, 15 и 16 стихи. «Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодезя». Иными словами, у вас есть жизнеобновления, и вы получаете их от Бога. Вы понимаете, о чем я? Бог дает нам друзей, церковь и семью. Не так ли? Но посмотрите, что сказано в следующем стихе. «Пусть не разливаются источники твои по улице, потоки вод, по площадям». Иногда мы выставляем в соцсетях то, что вообще не должно быть там. Нам нужно вырасти, научиться ладить друг с другом и любить друг друга. Итак, запомните эти золотые слова. «Пусть не разливаются источники твои по улице, потоки вод по площадям». Тогда мы будем благословенными людьми. Я хочу, чтобы мы с вами сейчас отложили все и имели важный разговор лицом к лицу. «А вы познали Иисуса? Являетесь ли вы христианином?» Молюсь всем сердцем, чтобы каждый, кто еще не познал Бога, смог узнать Его и увидеть, какой Он чудесный. Я проповедую Евангелие уже 35 лет и еще ни разу не приблизился к тому, чтобы в точности описать то, какой чудесный наш Иисус, описать то, как сильно Он вас любит и как Он верит в вас. У Него есть план и цель для вашей жизни. Все, что нужно сделать, это открыть свое сердце для Него. Библия говорит, что Иисус стоит у двери и стучит. Он не станет выбивать дверь. Он ждет, когда вы пригласите Его войти. Может, раньше вы уже были с Богом. Может, это было в молодости, но потом жизнь закрутила вас. Но теперь вы понимаете, что жизнь — это что-то большее, чем просто работать и оплачивать счета. Важно понять цель от Бога для вас и Его предназначение для вашей жизни. Жить не значит просто существовать. Скажите, Господь Иисус, я прошу Тебя войти в мою жизнь. Прости мне мои грехи. Я принимаю Тебя как моего Господа и Спасителя. Аминь. Если вы произнесли эту молитву сегодня, я прошу вас зайти на наш сайт, адрес которого вы видите на экране. В раздел «Подарок» дайте нам знать, что вы приняли сегодня это решение. Специально для вас я написал книгу, которая поможет вам узнать, как начать строить отношения с Иисусом. Сообщите нам о своем решении, и мы тут же вышлем вам этот подарок. Смотрите нашу программу на следующей неделе. Или приезжайте в один из филиалов нашей церкви. Мы будем рады видеть вас. Ведь каждое воскресенье мы собираемся для вас. Благословений вам.